Режиссер, что Артемий Троицкий выходит с нами на прямую связь. Здравствуйте, Артем Киевич. Да, здравствуйте. Вы меня видите, слышите? Да, видим, слышим. Интернет не то чтобы очень быстрый, но вроде все можно разобрать и увидеть. Надеюсь, что связь нас сегодня не подведет. Да, все в порядке, показывает режиссер. Давайте начнем с Art Dog Fest. Вы ведь были в Риге, посетили Art Dog Fest. И я так понимаю, что фильм «Зеркало заднего вида» произвел на вас сильное впечатление. Правильно понимаю? Да, из тех фильмов я далеко не всю программу успел посмотреть, поскольку я прилетел из одного места, тут же махнул в Ригу и тут же вернулся в Таллинн. Много дел, много. Если бы вы знали, кто у меня там за той дверью в гостях. Тоже, в общем-то, небезызвестные люди, но они морально не готовы к тому, чтобы показаться на экране. Так что выпивают, сейчас закусывают с моей женушкой. В общем, жизнь активная, жизнь веселая. Немного фильмов я посмотрел на Art Dog Fest, но из того, что я видел, мне просто страшно понравился этот фильм. Потрясающий фильм польского режиссёра по имени Мачек. Да, есть ли у нас связь? Да, вот было прерывание. Да, потрясающий парень, который, то есть он на самом деле доброволец. Он просто по зову сердца, значит, когда начался весь этот ужас, он взял, значит, машинку такой, микроавтобус, старенький Volkswagen, вот, и начал заниматься тем, что методично вывозил украинцев из всяких разбомбленных, там, полуоккупированных районов и так далее, вывозил их в Польшу. И ведь это, да, и поначалу он это делал без всякой камеры, без всего такого, вот, совершенно, ну, как бы нормальным таким человеческим образом, как это делают все волонтёры. Ну, а потом как-то ему пришла в голову мысль, а неплохо бы это всё снимать. И он, значит, привлёк своего приятеля, вот, они установили камеру в этом автобусе, вот, камеру, направленную назад на пассажиров, почему, собственно, и название такое, значит, зеркало заднего вида. И вот это, вот, это просто вот такой поток, поток сознания беженцев, и, ну, это потрясающий совершенно фильм. И я сказал Манскому по старой дружбе, вот, я же тоже бывал в жюри, в жюри арт-дог-феста, вот, в этот раз там, кстати, было мощнейшее жюри, там был Адам Михник, тоже великий человек просто. Это солидарность. Да, польская солидарность, польская революция, два человека главных, это Лех Валенца и Адам Михник. Там был Адам Михник, вот, ну, и в качестве звезды Чулпанхаматова, естественно. Вот, и я сказал Манскому, что если у вас там будет равенство, то, вот, полбалла, полбалла от меня кинь вот этому польскому фильму, значит, зеркало заднего вида. Вот, мощнейший фильм, и, главное, мне безумно понравился вот этот парень, этот мачек, вот, действительно, герой нашего времени. Я говорил вчера как раз с украинскими кинематографистами, они сказали, что никто в Украине не смог бы снять так, как снял он. Вот, не знаю, согласны ли вы с этим, и в чем уникальность этого подхода, который он проявил? Я не знаю, честно говоря, не знаю, почему украинцы сказали, что не могли бы так снять, потому что этот фильм, он сделан абсолютно бесхитростным образом. То есть просто стоит камера и фиксирует какие-то рассказы, диалоги, разговоры и так далее. Изредка эта камера отвлекается на происходящее вокруг, как-то поворачивается, и мы видим, что проезжаем мимо каких-то развалин, мимо каких-то сгоревших танков, бронетранспортеров и так далее. Фильм сделан, ну вот, он такой естественный, он естественный, как дыхание. Так что, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, его могли бы и украинцы сделать. Почему они сказали, что у них бы это не получилось, я не знаю, вот, но это просто правда, это просто вот, как бы, такой вот слепок вот этих дней, этих страшных недель, вот, первых недель после начала войны. Ну, этот фильм, кстати, попал в шорт-лист Оскара, так что у него есть шанс получить главную американскую награду. Ну, я не знаю, какие там еще имеются фильмы в оскарском шорт-листе, вот, но я был бы очень рад, если бы этот фильм получил бы еще и Оскара тоже. Вот, потому что вот этот парень, парень мне просто безумно понравился, причем там он абсолютно никаких этих понтов, никаких этих показных там геройств и так далее. Потрясающий совершенно парень и как гражданин, и как человек, и, как выясняется, как кинематографист тоже. Про понты. Тут как раз не сразу, не так резко хотел переходить, но сегодня Филипп Киркоров появился в камуфляжной форме, если не ошибаюсь, это Луи Виттон брендовый, видели уже? Он как раз появился перед камерой. Нет, не видел, не видел. Я так думаю, что если я сегодня напьюсь со своими дорогими гостями, напьюсь просто в усмерти, мне захочется блевать, но вот тут, может быть, я посмотрю на Филиппа Киркорова в камуфляжной форме. А так нет, не буду. Алла Пугачева ответила Стасу Михайлову, ответила, как мне кажется, гениально и точно, и это видео уже разошлось, конечно, по соцсетям, там она обозначила статус Стаса Михайлова и проговорила некоторые вещи, например, нормальные туда не возвращаются. Вот как вы оцениваете ее заявление, ее такой выход в публичное пространство? Она не так часто делает посты, но очень метко, как кажется, всегда попадает. Я думаю, я думаю, это было сделано очень мастерски. То есть, когда я получил, мне прислали это видео, возможно, еще до того, как оно было обнародовано. Вот. И я смотрю, слушаю, и поначалу мне стало жутко. То есть, там, Борисовна говорит каким-то страшным, тарушачьим голосом и так далее. Думаю, ёо, что это? И потом в конце, значит, все это дело переворачивается просто на 180 градусов. Вот. Модак ты, Стасик. Ну, это классика. Это классика. Я не знаю, будут ли у Аллы Пугачевой еще какие-нибудь хитовые песни, но вот этот хитовый видеоролик – это просто greatest hit поздней Пугачевой. Супер. Прекрасно. Это все замечательно. Кто такой Стас Михайлов, я, правда, едва знаю. Ну, знаю, что какой-то популярный попсовый российский певец. Вот. Но Борисовна, конечно, отмочила гениально. Они боятся Аллу Пугачеву до сих пор, потому что, кажется, какая-то тишина возникла после того, как она припечатала Стасу Михайлову, а не Стас Михайлов ничего не сказал. Да и вообще, судя по всему, вот то, что называют вот этой тусовкой, они никак не отреагировали. То есть не стали, ну, что там, Алла Борисовна, вы себе позволяете? Тишина? Вот. Ничего. Конечно. Конечно, они ее боятся. Вот. Я уже говорил об этом много раз, что вообще вся история с Аллой Пугачевой, она выходит боком. Аппарату президента, Кремлю, Путину и так далее. Я абсолютно уверен в том, что там это было на всяких закрытых совещаниях признано контрпродуктивным, что там говорили и требовали Пугачеву не трогать, не трогать Пугачеву. Потому что каждому человеку, даже последнему мудаку, понятно, что Алла Борисовна Пугачеву, что она гораздо больше, чем президент Путин. Алла Пугачева – это один из символов вообще страны, один из символов нации. Более того, что самое для них неприятное, Алла Пугачева – это самый сильный, оставшийся до сих пор как бы живым и здоровым, символ СССР. А СССР, понятное дело, ну это такая козырная карта в руках нынешней администрации всей, да? И вся эта имперская, там, советская ностальгия, там, сверхдержавность и прочее, и прочее. А кто символизирует СССР, вот, из ныне живущих, здравствующих? В первую очередь, я думаю, каждый вспомнит Аллу Пугачеву. И никуда ты от этого не денешься. То есть Алла Пугачев, по крайней мере всего прочего, это вот символ того, к чему пытаются каким-то образом приклеиться вот все эти придурки. Вот, поэтому, конечно же, когда Алла Пугачева им вставляет по самое, значит, не хочу, вот, естественно, для них это весьма болезненно. И я думаю, что вот этому самому Чушарику, Бородин, кажется, фамилия, ну какой-то такой... Это депутат, который написал донос. Нет, 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 это не депутат. Он не депутат. Он просто, он просто серийный стукач, вот, который возглавляет, ну так же, как вот эта младшая Мизулина, он возглавляет тоже там какой-то то ли фонд, то ли там Лигу, то ли там еще там какую-то фигню. Вот, и он, значит, пишет доносы как раз на всяких известных людей. Я думаю, что ему уже, конечно, за то, что он призвал, значит, Аллу Пугачеву сделать иноагентом, я думаю, что ему уже перо вставили. Вот, потому что, в общем, нынешней власти тягаться с Аллой Пугачевой крайне-крайне невыгодно. Вот, естественно, для молодого населения российского Алла Борисовна не так много значит. Но молодое население российское, оно в любом случае для Путина потеряно. Вот, это как бы... Да, есть ли у нас связь? Да, вот снова у нас прорывается. Ну, я не виноват. Вот, в общем, вот для этого, для этого огромного фрагмента населения, вот, Алла Пугачева, ну, это Алла Пугачева, тут ты уже ничего не скажешь. Вот, и это крайне-крайне невыгодно для существующей власти. Юту и Бона выступил в поддержку Алексея Навального, убитого в России. Насколько на вас взгляд эти слова сейчас, ну, скажем так, они могут иметь большое воздействие, там, на российскую аудиторию, на мировую аудиторию? То, что многие... Бензик Кэмбербеш считает письмо Алексея Навального, Юту как раз, и так далее. То есть многие высказываются в поддержку. Нет, ну, разумеется, разумеется. Тут как раз, тут все в полном порядке. То есть, в общем-то, все, все мировые лидеры общественного мнения, ну, за исключением, может быть, там, Илона Маска и, как его, Такера Карлсона, вот, они все однозначно определённые обеими руками поддерживают Украину. Вот, в этом смысле обстановка абсолютно-абсолютно однозначная и очень благополучная. В отличие, скажем, от ситуации с Израилем и Хамасом, где там половина за Израиль, а половина за палестинских террористов, к сожалению. Значит, Боно. Боно высказался на современные российские темы уже не в первый раз, то есть, где-то примерно неделю-десять дней тому назад на очередном своём американском концерте он вышел с украинским флагом и призывал к солидарности с Украиной. И вот сейчас он, значит, выступил в поддержку Юлии Навальной, ну и вообще Навального и, значит, российского освободительного порыва, так скажем. Вот, он молодец, он молодец, вот, совершенно у него в этом смысле чёткая позиция. Я могу сказать, что Боно, в общем-то, он нашими делами интересовался и раньше, потому что, ну, то есть мы с ним вообще знакомы давно, мы с ним познакомились и проводили вместе время, в основном в Ирландии, в 89-м, 90-м, 91-м году и так далее. Вот, а в 2010-м году, когда Ютуб первый-единственный раз приезжали на гастроли в Москву, значит, мы с ним предварительно списались, и он выразил желание встретиться с кем-то из российской музыкальной оппозиции. И я по его просьбе связался с Юрой Шевчуком, вот, и Шевчук приехал тоже в Москву, и мы вместе пошли на концерт, вот, и познакомил, значит, Юрия Юлиановича с Боно, и они там с ним пообщались и договорились, и ведь Шевчук же в самом конце концерта вышел на сцену и вместе с Ютуб спел песню «Knocking on Heaven's Door», перевод которой был сделан вот прямо-прямо за кулисами во время этого концерта. Ну, это вообще был такой исторический момент. Вот, так что Боно, он за российской повесткой следит уже давно и находится, в общем-то, на правильной стороне. Вот, и это же самое, можно сказать, об очень многих других западных суперзвездах. Вот, скажем, тот же Камбербэтч, но это там один из, ну, трех-пяти, может быть, самых популярных сейчас в мире актеров. Причем он актер такой, не просто, как бы, такая звезда экрана, да, какая-то смазливая, а он актер, актер-актер, то есть настоящий актер, шекспировский актер, который, значит, очень статусный, престижный и так далее. Вот, и это, конечно, очень здорово, и то, что все эти ребята участвуют в каких-то акциях солидарности, это очень греет душу. Здесь много вопросов про Шевчука и ДДТ. Как у них дела? Были сложности с концертами, с организацией? И у Юрия Юлиановича были проблемы со здоровьем, он пережил сердечный приступ. Что сейчас, как они, вот что вам известно? Ну, честно говоря, я с Юрием Юлиановичем не общался по телефону, так-то я его не видел вообще уже очень давно, уже год с лишним по телефону. По телефону мы с ним не общались тоже уже, наверное, недели две-три. Я знаю, что у них были концерты. У них были концерты на Балканах, у них были концерты в Средней Азии. Концерты прошли очень хорошо. Как Юркино самочувствие сейчас не знаю, к сожалению. Стыд и позор мне не справлялся в последнее время. Но вообще, в принципе, все в порядке. Но тут проблема у ДДТ в том, что это большой коллектив. Это большой коллектив, и очень сложно вот таким коллективом, скажем, взять и просто уехать за границу. Потому что много народу, у людей разная проблема, у людей разные, скажем, семейные ситуации и так далее. Я думаю, ну, это мое предположение, я думаю, что никаких разногласий, скажем так, политического характера внутри группы ДДТ нет. Но поскольку это большой коллектив, то, естественно, там имеется масса всяких человеческих, уже чисто таких непростых историй. Поэтому, собственно говоря, группа находится в таком, как бы, немного раздраенном состоянии. Кто-то в России, кто-то за границей. Но я очень надеюсь, я очень надеюсь, что каким-то образом удастся Юлиановичу все эти проблемы разрешить. Здесь как раз еще есть вопрос. Может быть, вы знаете что-то, что осталось за кадром той самой встречи, когда Путин и Шевчук поспорили, и Шевчук с ним не согласился. Юра, музыкант, оттуда пошла эта фраза. Что было потом, и были ли какие-то проблемы после или во время? Ну, меня там не было на этой встрече, слава богу. Вот. Значит, из-за чего возник спор, я уже не помню. То есть, ну, мне Юра рассказывал, вот, но я сейчас забыл, честно говоря, вот, о чем там шла речь. Вот, нет, сразу, сразу после этой встречи в связи с некоторым недоумением или, скажем так, показной, такой фальшивой неосведомленности Путина о том, «А вы кто такой?», вот, у Шевчука проблем не возникло. То есть, они продолжали и гастролировать, и записываться, и крутились по радио, и даже изредка показывались на телевидении. То есть, все проблемы начались два года назад. Аня спрашивает, как вы думаете, вот этот сегодняшний шоу-бизнес российский, переодетый в триколоры, камуфляж, напрочь оторванный от сегодняшних реальных, полностью погруженный в лакейство и заработок любой ценой, вот этот шоу-бизнес, что ждет после падения рейха? Как их судить людям? И если простите, то почему? Я не знаю, во многом это зависит от того, скажем так, с какой высоты и на какую глубину упадет этот самый рейх. Тут, возможно, самые разные сценарии. От такой мягкой, типа Хрущевской оттепели, до какой-то более жесткой, типа, скажем, Ельцина и 1991 года, до каких-то совсем жестких, типа Германии 1945 года. Тут, возможно, разные сценарии. И, естественно, от этих сценариев, от степени того распада и от высоты падения, которое случится, зависит, естественно, и то, что будет со всеми этими конформистами, коллаборантами и так далее. Что будет с военными преступниками более или менее, ну, и то, и то непонятно, но более понятно. Вот, артисты, я не знаю, я лично настроен как-то довольно спокойно, то есть тут всегда можно вспомнить известную фразу адмирала Колчака, что не трогать, значит, проституток, извозчиков и артистов, они служат любой власти. Так что вот все вот эти, все вот эти, значит, попсовые деятели, Газмановы там всякие, эти Гагарины и прочее, вот, они, конечно, да, Ну, они такие люди, конечно, продажные, аморальные, алчные и так далее. Вот, следует ли их за это наказывать? Ну, я думаю, что жизнь их накажет, сообщество их накажет, вот, естественно, значит, они будут покрыты, скажем так, позором и презрением. Вот, как будет складываться их карьера, мне трудно сказать, ну, естественно, естественно, не будут они больше выступать на Красных площадях и на государственных мероприятиях. Вот, но думаю, что в тюрьму их тоже никто не посадит. Будет там какой-нибудь там Сергей Галанин или Вадим Самойлов будет изредка выступать на квартирниках для ватников. Вот, ну, вот это вполне реалистичное предположение. А вот степень этого служения и погружения, потому что, ну, окей, мы видели голую вечеринку и как потом пытались вымолить прощение. Ездили там на оккупированные территории, Филипп Киркоров снял блестки, надел относительно такую, скажем, как это сказать, скромную одежду, поехал на территорию оккупированных ДНР, ЛНР, если не ошибаюсь. Ну, вот Лариса Долина вроде как не засветилась на этих вечеринках, но в то же время появляется в триколории в виде бабочки. И, ну, ее разве заставляют это делать? Может, это какой-то порыв души? Вот как вы это объясняете? Степень служения и погружения. Зачем? Я думаю, я думаю, что порыв души, на самом деле, очень немногих. То есть там есть некоторое буйно помешанное, вот. Я лично знаю одного, это Ивана Охлобыстина. Мы с ним дружили просто когда-то. Вот. И вот он вот искренний. Он искренне, значит, во все это верит. Так что, как бы, с него и взятки гладки. Вот. Или там Чечерина какая-то тоже такая оглашенная бобенка без зуба. Значит, все остальные – это гораздо более банальные случаи. Это случаи алчности, продажности, запуганности, и так далее. Вот. Степень погружения, я думаю, зависит, во-первых, от степени прегрешения, а во-вторых, от, как бы, статусности и авторитетности того или иного артиста. Вот. Поэтому, скажем, ну, условно говоря, Филипп Киркоров, он, как он сам выразил, зашел не в ту дверь, да? Ну, то есть, в общем-то, так слегка лишь, значит, промахнулся. Вот. С другой стороны, конечно, да, у Филиппа Киркорова есть другая проблема, а именно его такая немаскулинная ориентация, так скажем, вся эта Дольче Габбана, вот, и прочее, и прочее. Вот. А это уже, как бы, пропаганда ЛГБТ, вот, это тоже плохо. Но, тем не менее, Филипп Киркоров – очень известный артист. Поэтому, думаю, что для Филиппа Киркорова некие послабления были сделаны уже и будут сделаны еще. А вот, скажем, вот эта девушка, которая устраивала, значит, эту полупрозрачную вечеринку, Настя Ивлеева, да, ее зовут? Ну, вот, с ней я не знаком, ничего про нее не знаю. Но вот она, конечно, фигур далеко не настолько статусная, как Филипп Киркоров. Поэтому Насте Ивлеевой надо будет там еще долго, я думаю, вымаливать прощение, значит, стоять на коленях, ползать на брюхе, отдавать какие-то деньги из своих блогерских доходов и так далее. Вот. Но, в принципе, в принципе, конечно, я думаю, что рано или поздно придут ко всем, в том числе и к тем, кто дольше Габбану не носил и кто вечеринки не устраивал. Вот. А просто, если ты человек публичный, если ты человек известный, обладаешь какой-то фан-базой, вот, то ну-ка, давай-ка, давай-ка высказывайся по поводу, значит, нашей героической СВО. А если не выскажешься, ну, пеняй на себя, дружок. Я думаю, что, то есть, не то, что думаю, я знаю, что вот именно так оно и будет. И тут отвертеться не сможет никто. Ну, то есть, получается, что Филипп Киркоров все-таки, ну, он как символ в данном случае, он же пережил понижение статуса, то есть его, казалось, наверное, было у них ощущение, что, ну, их-то не тронут, известные, вовлеченные, интегрированные в систему в каком-то смысле. А его так очень показательно выпорли, вот прям показательно. Там это определенный акт унижения, который он пережил. Да, я не знаю, я, честно говоря, Киркорова вообще не понимаю, потому что его, в отличие от Насти Явлеева, я знаю и довольно хорошо, и мы с ним даже долгое время жили в одном доме через подъезд друг от друга. Вот, денег у Киркорова полно. Значит, его, скажем, эстетические какие-то душевные человеческие пристрастия мне тоже хорошо известны. И вот по этим самым пристрастиям, естественно, он должен ходить вдоль Чи и Габана, он должен жить в Майами-Бич, и он должен каждый год занимать ложу на конкурсе Евровидения. Вот это вот то, что из себя представляет Филипп Киркоров. Это то, что ему по-настоящему по-человечески, душевно и сердечно близко. Вместо этого ему приходится надевать камуфляжную форму, ездить там на оккупированные территории и так далее, отчего, конечно же, его воротит со страшной силой, но ему приходится к этому приспосабливаться. И вот я думаю, Филя, зачем ты, имея там огромное, миллионное в иностранной валюте накопление, вот зачем ты вместо того, чтобы жить своей жизнью, на которую ты, кстати, вполне таким нормальным, честным образом заработал, вот вместо этого тебе приходится рожей в грязь и ходить в кирзовых сапогах. Мне это просто непонятно, непонятно. То есть или это какая-то супералочность, или это страх какой-то, что его там достанут в Майами-Бич, не знаю, не знаю. Но это, конечно, на мой взгляд, это крайне неразумное поведение со стороны и Киркорова, и всяких прочих наших звезд, которые, в общем-то, находятся примерно в том же положении, что и он. — Илья спрашивает. Артемий Кивович, как вы относитесь к акции «Полдень против Путина?» Спасибо. — Акции что? Кто против? — «Полдень против Путина» появится на избирательных участках ровно в полдень, чтобы показать, что не согласны с Кремлем. Это ФБК и вообще оппозиция сейчас продвигает. — Понятно, да, знаю, читал. Ну, скажем так, я к этому никак не отношусь. Ни положительно, ни отрицательно. То есть как-то высмеивать эту акцию, имея в виду, значит, недавнюю смерть Алексея Навального, высмеивать её, как-то иронизировать по этому поводу мне не хочется, тем более, что Юлия призвала, значит, тоже к этому. Вот, поддерживать её я тоже не хочу, поскольку считаю её бессмысленной. — Юлия Навальна, как вы оцениваете её потенциал политический? — Не знаю. Не знаю. То есть вот на такие вопросы я готов отвечать только в том случае, если я с человеком встречался, общался, как бы, ну, как бы ощупал его, да, ощутил. Значит, с Навальным у меня отношения складывались таким образом, что с ним я общался, и мы с ним и разговаривали, и там, и спорили, и прочее, и прочее. Вот, я себе представляю, что за человек Алексей Навальный. С Юлией Навальной как-то так получилось. Вот я даже свою жену спрашивал, а мы когда-нибудь с Навальной вообще, с Юлией общались? Она говорит, вроде нет. Вот её я не знаю. То есть я себе не представляю её как человека. Вот. Женщина красивая, несомненно. Женщина сильная, несомненно. Значит, женщина, скажем так, политически подкованная, тоже несомненно. Но вот насколько она сможет взять на себя всю эту ношу, не только человеческую, да, не только ношу родственника, близкого человека, но и ношу политическую, вот тут я просто теряюсь в догадках. Смерть Алексея Навального для вас что-то изменила? Ну, в общем, изменила в том смысле, что я Навальному симпатизировал. Я, кстати, очень много раз общаюсь с украинцами и с некоторыми западными людьми. Я пытался их переубедить. То есть вот вся вот эта вот анти-Навальнинская кампания, направленная на украинцев и на западников, я уверен, что она была и придумана, и инспирирована, и провернута там ФСБ, там всеми этими там Russia Today и так далее. Вот, потому что, ну, это было абсолютно несправедливо. И я говорил тем же украинским журналистам там и каким-то ещё, значит, деятелям, что зря, зря вы ссоритесь с Навальным, зря вы его, значит, объявляете каким-то имперцем. Вот все вот эти вот бутерброды, всё, все вот это вот, что он такой же, как Путин и так далее. Что это всё, конечно, глупости. Я говорил с Лёшей про Украину и не один раз. И когда я выступал на Майдане, я тоже, я передал там привет украинцам от Навального. И это было, значит, полумиллионной вот этой самой толпой воспринято очень даже позитивно. Вот, так что, почему я это говорил? И говорил я это к тому, что, в общем-то, у меня с Навальным были хорошие отношения, вот, хотя и не близкие отнюдь. Значит, то, что его убили, было абсолютно предсказуемо. Меня много раз спрашивали о том, а правильно ли Навальный сделал, что уехал. Ну, то есть, ещё когда он жив был, разумеется, спрашивали. Я никогда не отвечал на этот вопрос. Я всегда говорил, нет, вы знаете, я тут не могу Навального, значит, не осуждать, не восхвалять. Потому что, ну, я просто читал, что это его дело. Он человек мощный, он человек самостоятельный, он политик. В отличие от нас, нормальных людей, и он личность героическая. Опять же, в отличие от нас, нормальных, слабых и трусоватых, значит, чувачков. Вот, поэтому я никогда, как бы, его не ругал за то, что он отдался в лапы, значит, всей этой карательной власти. Но при этом, да, я думал, что зря он это сделал. Зря он это сделал, и если так на секунду представить, это представить практически невозможно, что я бы был на его месте, я бы точно поступил по-другому. Здесь как раз много вопросов о том, после истории с группой B2, когда их буквально пытались... Да, вот сейчас есть связь, было небольшое зависание, но не критичное. После истории в Таиланде с группой B2, когда их, по сути, как мы понимаем, пытались похитить и уже вывести в Россию. Тут спрашивают наши зрители, насколько небезопасно сегодня быть артистом, российским артистом, который не согласился с властью, выступает за пределами России. Могут ли повториться подобные сценарии и подобные ходы? Как вы думаете? Я думаю, что для артистов, у которых есть мозги, а также у которых присутствует инстинкт самосохранения, никакого риска нет. Тут надо просто понять, что имеется некоторое количество стран, в которые ездить или ни в коем случае нельзя, нельзя, или можно, но при этом вы сильно рискуете. Я очень надеюсь, что все артисты после случая с B2, что они это прекрасно поняли, и что страны такие, как Таиланд, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, ну там еще там энное количество, ни в коем случае ни за какие коврижки ездить не надо. По-моему, это вообще должно было бы быть им ясно с самого начала и давным-давно. Почему тем не менее туда люди рисковали сунуться, я не знаю. Могу это объяснить только или какой-то глупой беспечностью, или нехорошей алчностью. Значит, к услугам российских оппозиционных артистов в диапазоне от Монеточки до Максима Галкина, к их услугам вся Европа, за исключением России и Беларуси, к их услугам вся Северная Америка. Пожалуйста, это основные мировые рынки, это основные места проживания российской диаспоры за границей. А, да, но я еще про Австралию забыл. Еще отличная страна Австралия, где, кстати, только что с большим успехом выступал Борис Гребенщиков в городе Бризбене. Вот, и, в общем-то, этих территорий более чем достаточно для того, чтобы успешно и безбедно, и регулярно гастролировать. Я считаю, что вообще все наши артисты, которые из страны уехали, не находятся, в общем-то, в более таком симпатичном положении, чем те артисты, которые в стране остались. Потому что одно дело, значит, ходить все время кругом по маршруту Москва-Челябинск-Омск-Краснодар, а другое дело летать по маршруту Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Барселона. Но это как минимум не хуже, как мне представляется. Это как в песне группы «Звери». Там было «Рома, извини, у меня самолет, дела, дела, дела». И там он как раз перечисляет эти маршруты. Сначала европейские, а потом уже российские. Кстати, группа «Звери» выбрала свой маршрут и свой путь. То есть они, как мы знаем, все-таки поехали на оккупированные территории. Еще вопрос про... Про «Ого?» Да. «Звери» — абсолютно бездарная группа. Вот поэтому их совсем не жалко. То есть если бы они оказались вдруг в Европе, не думаю, что я бы, скажем, решился бы пойти на их выступление. Кстати, вот массовость и бездарность. То есть можно быть бездарными, но массовыми. А можно быть одаренными и немассовыми. И в этом тоже, видите, иногда бывает такое противоречие. Согласны с этим? Конечно, конечно. Сколько угодно. Сколько угодно. Есть артисты попсов. Вот тот же Стас Михайлова, да? Которого Борисом Мудаком вызвала. Ведь он же очень массовый, насколько я понимаю. Или Лепс там и так далее. Вот при этом артисты... Но у Лепса хоть голос характерный. У Стаса Михайлова вообще ничего нет. То есть это абсолютная какая-то бледная моль такая. Вот он типа Путина, только на сцене и песенки поет. Здесь вопрос про Андрея Макаревича. Поддерживаете ли вы отношения? И может ли машина времени собраться в полном составе, учитывая, что Маргулис остается в России? Такой вопрос. Ну, странный вопрос. Дело в том, что Маргулис, да, он одно время играл в машине времени. Потом его оттуда прогнали. Потом его снова взяли. Потом снова прогнали. То есть Евгений Маргулис, это вообще отнюдь не фундаментальный участник машины времени. Фундаментальные участники, это там, естественно, в первую очередь Макаревича, во вторую очередь Саш Кутиков. Вот это вот люди, на которых машина времени держит. Ну и Валера Ефремов, барабанщик. А все остальные, будь то Подгородецкий, Маргулис и так далее. Державя, кстати, ушел тоже от них, я так понимаю. Он там был одно время. Андрей Державин у них одно время на клавишах был? Державин был после Подгородецкого на клавишных инструментах. Да, это все несущностные музыканты для машины времени. Так что и Маргулис им в составе вообще нафиг не нужен. Отношения с Макаревичем у меня есть, не виделись мы давно. То есть последний раз, по-моему, в трехмерном пространстве мы с ним встречались. Это было в июне месяце прошлого года в Израиле. Он был у меня на дне рождения. С тех пор мы с ним не виделись, но так мы как-то переписываемся, иногда созваниваемся. Все у него в порядке. Он уже 70 лет человеку, но он очень активен. Только что проехал по Америке с сольными гастролями. Насколько я понимаю, очень-очень успешно. Был там и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Франциско, и в Нью-Йорке, и где-то там посередине. В Чикаго был, где мы с ним однажды в начале 90-х годов оттягивались. Очень даже неплохо. Так что все у него хорошо. У него жена такая очень предприимчивая. Они наладили производство вина в Израиле. Но я вино не люблю, и я предпочитаю крепкие напитки. Так что не могу ничего сказать об этом продукте виноделия. Но, по-моему, Андрей этим очень увлечен. И сынок у него маленький, Эйтан. Вообще замечательно просто проводит Андрей Вадимович свои преклонные годы. Молодец. Вот еще вопрос. Юлия, зачитаю, как есть вопрос от Юлии в Телеграме. Почему вы оправдываете Арбенину? Я не слышал, что вы оправдывали Арбенина, но зрительница написала. Какое у вас отношение к Диане Арбениной? Ну, во-первых, Диана Арбенина – талантливая артистка. Она мне нравится и как музыкант, и как поэтесса. Во-вторых, что значит оправдываю? Значит, на Арбенину был совершен примерно такой же наезд, как на Шевчука. То есть она как-то невосторженно, так скажем, отзывалась о специальной военной операции, за что ей запретили какие-то выступления, пошли на нее доносы и прочее. В ответ на что она на одном из своих концертов где-то в Сибири спела песню вместе с женой военнослужащего. Но, на мой взгляд, это гораздо меньшее прегрешение, чем, скажем, ехать на оккупированные территории или выступать с какими-то здравицами в честь ЛНР, ДНР. То есть это гораздо меньшее прегрешение, чем то, что делали многие другие, скажем, тот же Рома Зверь, Дима Билан и прочее. И явно было совершенно, что Арбенина как-то вынуждена. А осудить артиста легко, а понять артиста, которому не дают выступать, которому не дают общаться с публикой и так далее, вот это вот надо, наверное, быть артистом, чтобы понять ощущения такого человека. А я всегда стремлюсь людей понять, и я понимаю Диану Арбенину. Я бы, конечно, опять же на её месте, что трудно себе представить, я бы, конечно, не стал делать никаких реверансов и никаких извинительных шажков. Но она женщина, в конце концов, у неё дети. Но я, в общем, я не считаю, что мы вообще вправе вот так вот судить людей за какие-то их вынужденные прегрешения. Ну что ж, в завершение отмечу, что один из самых популярных вопросов, который задают наши зрители, вряд ли останется сегодня. Вряд ли мы получим на него ответ, но я его всё-таки озвучу. И в Телеграме даже в личку пишут. Кто же у вас за дверью сейчас находится, Артемий Кивыч? Вот за той дверью, которую мы видим. Нет, нет, но я на самом деле не могу сказать. Ну, там такие известные люди. Ну, передавайте им привет. Надеюсь, они тоже являются нашими зрителями. Да, да, я передам. А я хотел бы, Вадим, конечно, не тебе, а всем вашим дамам-сотрудницам. Я бы хотел их поздравить с Международным женским днём 8 марта. Понятное дело, что праздник такой вызывает у некоторых определённые сомнения. Но как человек, проживший большую часть жизни в Советском Союзе, в общем-то для меня 8 марта, тем не менее, это такой тёплый день календаря. Вот, всех поздравляю. Спасибо вам и до следующего раза. И пойду дальше отмечать. Да, хорошо. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш эфир. Будем на связи. Всего доброго. Да, пока, счастливо. Мы продолжаем наш эфир.